Всем привет, друзья! Лануська наша родила, тройню родила, моя ты джайка, ты моя принцесса! Причем родила, мне кажется, раньше срока, потому что я вроде в конце месяца покрывала, но надо смотреть на дату, точно не помню, уже тоже запуталась, и сейчас совсем мокренькие малышки слышу крик козлят. Я сначала подумала, что это вот эти вот орут, а потом понимаю, что нет, совсем другой крик, прихожу, а тут тройня. Сейчас буду всех забирать, пробовать ее покормить, девочки, мальчики, сейчас все получите. Лануся, девочка, не промах, будет бодаться. Отходим, отходим. Вот такая, спряталась тут в уголок, неприметно, и вот такие вот малышки. Посмотрю, кто, сколько девочек, сколько мальчиков, может быть, все мальчики. В общем, сейчас буду разгребать. Вот наши детки. Я смотрю, они уже, в принципе, облизаны с Суфием, поэтому родились, скорее всего, где-то час, а то и два назад. Сейчас будем кормить. Скорее всего, они уже, конечно, покушали, но двое так точно. Попробуем еще дать кушать. Давай посмотрим. Девчоночка, девчоночка, рижая девчоночка. Так, ты точно не хочешь кушать? А ну, давай. Отдыхай пока. Так, а ты, кто у нас, Белоснежка? Тоже, девчоночка. Молодец. Девчоночка. Кушать будешь? Ещё будешь? Ещё будешь? Кушать. Пусть. Кушать. 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 Так, что ты, малышка, встала? Давай попробуем еще раз тебя покормить, а то ты вообще какая-то самая младшая. Тихо, 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 тихо. Не глотает. Уж совсем какая-то слабая девочка, плохо кушает, и она, скорее всего, не поела. Это я первую малышку. Кстати, чтобы кормить, нужно мизинчиком приоткрыть рот и вставить соску. Многие козлята сразу начинают сами сосать и кушать. Но есть некоторые, которые не могут сосать или у них не получается глотать. Тогда нужно брать шприц и в глотку прям вставлять, заставляя козленочка кушать. Скорее всего, так я буду делать с вот этой вот крошкой, потому что пузика у нее нет, и она, скорее всего, не покушала, и она не глотает. Сейчас я помою руки, потому что эти постарше, они уже более сухие, и процентов 90, что они уже под мамкой поели. А здесь у меня сомнения. Открываем ротик, иногда двумя руками, двумя пальцами другой руки вставляем, и... Тихо-тихо, она не ест. Нет сосательного рефлекса. Все молоко вливается, поэтому ее я буду кормить со шприца. Хотя бы пару раз, чтобы она покушала. Ты еще пришла? Давай. На, хомяч. Все, не хочешь? Ну, что ты мне голову морочишь? Веря стоит. Так, что тут у нас третий спит? Кто тут спит? Пацан? Пацан, да. Две девчонки и пацан. Тоже? Тоже неплохо. Давай, пацан, кусять будем. Открывай рот. Ну? О, дело пошло. Что ты там чихаешь? Давай, 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 нормально ешь. Куда ты на бок скидываешь? А, ну тебя. Ты, проныра, белобрысая, белоснежка или снежка? Уже она мне в ноги тыкает. Этот тоже не хочет есть. Вот это вот самое шустрое. Ты, наверное, первенец. Первая родилась. Шустрик. Что кричишь? Давай, еще будешь? Давай, растетрицаешь мне в ногу. Открывай рот уже сама. Ну, пошло дело. Что ты так хочешь кушать? Как просто поморочить голову мне. Так, сейчас я застелю сеном коробку. Да, малышня. Вот так. Так, сейчас я застелю сеном коробку. Так, сейчас я застелю сеном коробку. Так, сейчас я застелю сеном. Так, сейчас я застелю сеном. пробуем еще кормить малышей так давай пацан открывай ну что не сосем малышка открывай ты ротик не голодный но за этих двух я вообще не волнуюсь потому что я же говорю процентов 90 наверное даже 5 что они пососали молоко морозиво у мамы а вот за ту третью я очень сильно сомневаюсь что она пососала потому что я пришла жена лежала немножечко дальше она не ходила она более-менее еще мокрая не высохшая поэтому я думаю она не поела у мамы сейчас она очень плохо кушает поэтому ее я все таки чтобы перестраховаться буду кормить насильно потому что молозиво это обязательно там достаточно много витаминов микроэлементов это самый сок и это то что нужно в обязательном порядке в течение хотя бы первого часа чтобы животное поела тогда животное будет сильная крепкая у него будет хороший иммунитет молозиво в первые часы жизни это значительно лучше чем просто молоко поэтому если девочка не будет кушать сама девочку будут кормить насильно да малышка да открывай ротик а вот тебе я давай 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 глазки мутные не соображающие поэтому берем шприц и заливаем глотку если кому-то это кажется зверством или еще что то то зверство будет когда она просто помрет с голоду в животе бурчит коза голодная сейчас покажу как это будет выглядеть отодвинем подлазим чтобы вам было видно набираем налозиво в шприцик открываем ротик и прямо в глотку вливаем потому что в животе бурчит значит желудок еду не получил желудок голодный а силы животному нужны открываем открываем опять ротик да 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 зайка моя и вливаем я ухалю все счастье хотели счастье хотели тазик с водой далеко надо было взять чтобы руки помыть давай у меня мизинец только чистый головку свисать не нужно давать активизируйся открывать открывай что чихает можно взять чуть чуть побольше но сильно большой тоже не нужно брать чтобы легче было просовывать его ух не нравишься ты мне малышка чего-то ты такая хилая глазки мутная слабенькая прям вообще надеюсь ты у меня выживешь потому что врачей вблизи нет да и никто не хочет ехать сюда в захолустье это все 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 я поняла приду позже ложим малышку сейчас я их уберу света все я им тут сделала тенек вот так вот и теперь они будут в коробочке на солнце здесь ветер поменьше дует пусть отдыхает чуть позже приду еще покормлю крошку здесь здесь гимна вот и вот и как это здесь вот и Сейчас у них, в общем-то, будет тихий час, все будут спать. Паренек, как спит, любят они скрутиться в такие странные позы, эта девчоночка странно сидит, с этой стороны сейчас покажу, видите, она не должна так сидеть, сейчас я ее уложу, что-то с ножками, что-то, давай в тенек, чтобы не напекло, ложись, еле стою. Сильно много сразу тоже не нужно давать еды, потому что желудочек может все отвергнуть, поэтому лучше часто, но по чуть-чуть, поэтому так и буду приходить кормить часто ее, именно вот так вот со шприца, пока она не начнет себя лучше чувствовать. Ну, бывает и такое. Так, я оставляю малышек, иду кушать, потому что я еще даже не завтракала, а уже где-то 12 часов дня, я просто попила чай и пошла по хозяйству, туда-сюда, в общем, замоталась. Поэтому иду кушать. Девчоночки тут пусть, девчоночки, пацанчики отдыхают. Пишите в комментариях, как назовем. Так, вот это вот светленькая девочка, вот это слабенькая девочка, и вот это скрученный колобок мальчик.